Вот мы сейчас с его позицией-то разберемся с позицией Ильи Яшина. Давайте разберемся с позицией Ильи Яшина. А что, я прямо сейчас сначала разберусь, потом продолжу ваши читать сообщения. А то мало перцу, мне кажется, этому стриму. Мы сейчас до санкций еще дойдем. Давайте вот я вам выскажу про одно высказывание Ильи Яшина по украинскому вопросу. Значит, потому что, может быть, вы не слышали, но детство моего чистой глазенки съели вместо устриц наглой бабищей. Понимаете, вот он тоже поет мудацкую песню Илья Яшина. Причем он спел первую мудацкую песню во время пресс-конференции, а вторую мудацкую песню Илья Яшина он спел на этом интервью к каналу «Дождь». У него спрашивают там вопрос. Ну, сначала спрашивают. Давайте я сначала все-таки хорошее скажу про Илью Яшину. Давайте. Давайте. Вот помните, я говорил, Илья Яшин говорил, что он не собирается обмениваться, почему же тогда его обменяли. Илья Яшин говорит, что он откажется в пользу других заключенных и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, он на своей позиции не отказался, за что глубокое мое ему уважение, респект и так далее. Он действительно настаивает на том, что его обменяли нечестно, что он этого не просил, что его именно выкрали, выслали из страны. И у меня сохраняется мой вопрос к западным спецслужбам. Вы что, насильно выкрали Илью Яшину, что ли? Лишив его будущего светлого в тюрьме, он не хотел оттуда выходить. Он это говорил там, он это говорил своему адвокату. Он это говорил сегодня на пресс-конференции. Какого черта вы его обменяли? Во что, заставили? Путин заставил взять Яшина? Сказал, если не возьмете Яшина, я отказываюсь обменивать остальных? Нет? Ну, это же невозможно. Что вы рассказываете? Поэтому Яшин все повел себя очень честно с этой точки зрения. Абсолютно прям прозрачно и честно до самого конца. Его действительно, получается, похитили ЦРУшники. Ну, так выходит из российской тюрьмы. Я его, правда, понимаю. У него была стратегия, как заниматься политикой внутри России, внутри российской тюрьмы. Он вышел такой, сейчас он говорит, я не понимаю, я нахожусь в Германии, я не знаю, что мне делать, как мне жить дальше. И это правда он, скорее всего, там потеряется, как оппозиционер. Русский оппозиционер в Германии, считайте, уже не оппозиционер. Будет сидеть на конференциях, штаны отсиживать, просиживать. Вот эту робу свою, в которой его выпустили россияне из тюрьмы, будет протирать на локти. Потом, вы видите, протертые локти, потому что заседал в президиумах в Берлине. Прозаседавшийся будет, как Юлия Навальная. Поэтому я понимаю всю его тяжесть того, с чем он столкнулся. Но я не могу не упомянуть его позицию по Украине, к сожалению. Потому что Илью Яшину спрашивают. Вот вчера интервью вечером, канал Дождь. Скажите, вот российско-украинская война, какая ваша позиция? И знаете, что он говорит? Я просто, вот правда. Надо садиться за стол переговоров. Я перемотал даже назад и говорю, что? Надо садиться за стол переговоров. И дальше объясняет свою аргументацию. Я коротко перескажу. Говорит, ну, жертв много с обоих сторон. Говорит, причем я знаю не понаслышке. Вот опять эту историю про ФСБ, там под Харьковым погибло много. Причем как бы россиян погибло, не украинцы. Поэтому надо садиться за стол переговоров, говорит. Чтобы меньше людей гибло, надо сразу сейчас подписать прекращение огня и потом переговоры вести. И говорит, мне тут будут возражать украинцы, что, дескать, Путин это может использовать как паузу для того, чтобы свою армию усилить и набраться сил и снова пойти войной на Украину. Ну, я скажу тогда украинцам, слушайте, говорит, вот у вас же было соглашение Минске. Вы же благодаря Минским соглашениям смогли свою армию улучшить. Теперь вот отражаете атаку путинскую. То есть как бы он намекает нам, украинцам, что нам на пользу перемирия с Путиным. И вот у меня, внимание, много вопросов риторических. Я сейчас все подряд задам, если с вашего позволения. Ладно. Вот смотрите, самый базовый. Послушайте, я сейчас не собираюсь никого троллить, да. Я очень серьезно сейчас буду говорить. Самый базовый простой вопрос. Да, он на пресс-конференции, как вы помните, Яшин сказал, что его выгоняли когда из России, ему ничего не дали взять. Он приехал, у него была роба, арестантская роба, зубная щетка и зубная паста. Это все, с чем он выехал. Зубная щетка, зубная паста, роба, все. Значит, и вот этот человек говорит, надо садиться за стол переговоров. И у меня вопрос, а вы кто? Ну, вы это говорите, как кто? Как президент США? Нет. Тогда как кто вы это говорите? Как Нобелевский лауреат мира? Нет. Как Папа Римский? Нет. А вы кто? Вы вспомните, вы кто? Вы забыли в тюрьме, вы кто? Напоминаю, вы сами говорили тысячу раз. Это не мои фантазии, это вы так сказали. Вы тысячу раз говорили и обозначали себя, что вы российский политик. Итак, Илья Яшин, вы российский политик. И вот теперь, представьте себе, сидим мы украинцы и слушаем, как выходит российский политик, оппозиционный безусловно, российский политик и говорит, надо садиться за стол переговоров. Такой политик, он кому это говорит? Ну, давайте, вы российский политик, вы это говорите кому? Вы говорите это Путину, что надо садиться за стол переговоров? А вы уверены, что человек, который только что выгнал вас из страны с зубной щеткой, зубной пастой, заинтересован в ваших советах? Вы точно в этом уверены? Что прям Путин сидит такой, подождите, вызывает своего помощника, говорит, ну что, Яшина выпихнули в Германию? Выпихнули. Что сказал? Что советует по Украине? Что, говорит, делать? Сказал начинать переговоры. Так, черт возьми, тогда начинаем. Не, вы правда совет Путину давали? А, не Путину. А кто должен с российской стороны вести переговоры? Вы, Илья Яшин? А, нет, не вы, потому что вы в Германии, у вас зубная щетка, зубная паста, вам даже договор не о чем подписать, потому что договоры, подписанные с щеткой пастой, не засчитываются, правда? Недействительны, согласно Венской конвенции, никакие мирные соглашения, подписанные зубной пастой. Тогда вы кому даете совет? Ну, конкретно скажите, кому этот совет? Мединскому? А он точно интересуется мнением Яшина? Ну, серьезно, кому? То есть, вот надо кому садиться? Кому надо садиться за стол переговоров? Слово «надо», оно про кого? Кому надо садиться за стол переговоров? Кому? Российской делегации, да, видимо, представляющей как раз тот самый путинский режим, правительство Путина, правильно я понимаю? Правильно, ну, другое не может быть. Значит, в России вы дали совет путинскому режиму сесть за стол переговоров. То есть, без вас они как бы сомневались, теперь после вас, конечно, решатся, да? Так понимаю? И вопрос, а вы Украине тоже посоветовали, да, сесть за стол переговоров? Я скажу, да, посоветовали, вы решили посоветовать Украине сесть за стол переговоров. Почему? Потому что вы же сказали, украинцы будут возражать, но нет, мол, украинцы неправы, я-то знаю, и объяснили, почему вы правы, а украинцы нет, почему украинцам надо садиться за стол переговоров. То есть, вы дали совет украинцам. Вы знаете, советы в стране 40-миллионной, демократической, в которой было 6 президентов, в которой армия в полтора миллиона человек, в которой есть полноценно работающее правительство, которое является кандидатом в члены Евросоюза, совет человека, у которого из всего имущества, как говорится, зубная щетка и зубная паста, да не очень-то актуален. Знаете, почему? Вы нам советуете сесть за стол переговоров с тем, кто вас только что выслал из вашей страны, с зубной щеткой и зубной пастой, правильно? А вы подумали, просто вы говорите, погибнут люди. Вот вы говорите, надо освобождать политзаключенных, а вы подумали, что мы воюем, чтобы освободить 5 миллионов украинцев, которые сегодня стонут под цепогом россиянина, русского солдата, в Крыму, на Донбассе, в Херсоне, в Херсонской области, в Запорожской области, в Харьковской области. Вы про это подумали? Про них. Их не надо освобождать? То есть ваших сокамерников надо 10 человек освободить, а нам 5 миллионов украинцев освобождать не надо? Их оставить под пытками у россиян, да? Как вам такое? А вы знаете, что мы не хотим, мы украинцы? Знаете, за что воюют украинцы? Чтобы нас, Путин, не имел возможности выслать зубной щеткой и зубной пастой, как он сегодня высылает из Запорожья несогласных становиться россиянами, пока еще либо расстреливают, либо отправляют зубной щеткой и зубной пастой. Многие видели у Каца в роликах, правильно, как командуют? Налево, бегом марш из Запорожской области, говорят россияне. Русские солдаты говорят такое. И вы советуете нам с ними провести переговоры, чтобы... А мы не хотим, потому что мы не хотим... Это вы играли в политические игры с Путиным. Ну, какие-то считали, что вот тут же как Путин, у меня же юристы, суд, и у вас зубная щетка и зубная паста. А мы не хотим оказаться в Германии зубной щеткой и зубной пастой. А вот если мы сдадимся россиянам, то мы все окажемся зубной щеткой и зубной пастой в России. И все в арестантских робах, как вы окажемся. У вас получилось, а мы так не хотим. Вы плохой пример подаете, плохой. Вы плохая ролевая модель. Мы, посмотрев на вас, как раз и не хотим с ними разговоры вести. Ваш друг Карамурза, ну как друг, соратник с вами сидел за одним столом, говорит, они не по закону меня арестовали, и они по закону даже не смогли меня отпустить. Сказал Карамурза? Сказал. Так вы предлагаете нам провести переговоры с человеком, с Путиным или с его командой, которые не соблюдают свои собственные законы в отношении вас. Они не соблюли свои законы в отношении вас. А что, потом они будут соблюдать договора с нами? Это вы верите, и мы должны поверить, что эти люди, которые вас обманули, нас не обманут, серьезно, что люди, которые с вами повели себя не по закону, как вы сами говорите, не по закону, поведут себя с нами по договору и по закону, серьезно. Мы с ними должны поэтому разговаривать. Вау, как интересно-то оказывается, а? Вы вспомните еще раз, давайте вернемся к истокам. Вы российский политик, российский. И если вы говорите... Если вы считаете, что нужно установить мир между Россией и Украиной, то ваша роль, она на российской стороне, но не на украинской. На российской стороне ваша роль, не на украинской. Ваша роль, раз вы российский политик, добиться от России, чтобы она вывела войска. Вы же российский политик. Если вы считаете, что война несправедливая, что оккупация незаконная, так добейтесь вывода российских войск с территории Украины, война закончится, даже переговоры не понадобятся. Даже переговоры не понадобятся. Там ваша работа. Почему вы вместо того, чтобы делать ее, приходите к нам, украинцам, рассказывать, что нам надо делать, а? Если вы российский политик. Я что-то не понял? Российский политик, тот, кто действует в российском политическом поле. Вот, кстати, мне интересно. Вот корреспондент же просто спросил, что вы думаете про российско-украинскую войну. Почему Яшин не сказал простую вещь? Я считаю, что Россия... Я же российский политик, правильно? Я как российский политик считаю, что Россия должна вывести все войска с территории Украины, все, включая Крым и Донбасс, чтобы не было разночтений. Я считаю, как российский политик, что Россия обязана выплатить репарации, полные каждому пострадавшему, за все, что разрушено. Я считаю, что Россия должна выдать Путина, Шойгу, Гривову Белову, Кобылнаша, этого, как его там зовут, Господи, Соколова, Герасимова, в ГАКовский трибунал выдать по закону, что Россия должна выдать Украине 100 тысяч военных преступников, на которых выданы ордера на арест. Я, как российский политик, это считаю, должен был бы сказать Яшин. Это называется позиция российского политика по вопросу войны в Украине. А слова, извините, надо садиться за стол переговоров, это точка зрения обывателя, обывателя, зэка из камеры, который сидит, не, ну я что, я вот думаю, надо переговоры провести. Ну а что реально? Я бы переговоры провел. Если бы я был президентом, я бы переговоры был. На месте Бзеленского я бы пошел на компромисс. Так что ли? Российский политик Илья Яшин. Я сейчас зачитаю вам послание. Вот я назвал гостя из прошлого, сегодняшний стрим, почему? Я понимаю, что вы, и Карамурза, и Пивоваров, вы сели в тюрьму в 22-м году. Два с лишним года назад, когда война только началась. Вы что, успели, то сделали. Вашей вины нет ни на чем, вообще, в этой войне. Потому что вы все, что могли, все делали, чтобы ее остановить. Все делали. Я уже вас не обвиняю в войне. Но потом вы пропустили. Вы прилетели к нам из какого там месяца? Из весны 2022 года. Прилетели в конец лета 24-го. Мир другой. Вашей страны больше нет. Нет никакой России. Когда вы прилетаете в наше будущее, вас должна встретить Алиса и сказать, Илья, Владимир, Карамурза, России нету. России нету. И нет прекрасной России будущего. Есть прекрасная Россия прошлого, вы сейчас вспоминаете о ней. А будущего нету. И современной нету. Есть, как сказала ваша, кстати, соратница Юлия Навальная, в России у власти банда преступников. Это сказала Юлия Навальная, ваша соратница. Вы хотите, чтобы мы вели переговоры с бандой преступников? Серьезно? Подписали договор с бандой преступников? Вы когда-нибудь видели, как банда преступников соблюдает условия соглашения? Видели? Нет? Представьте себе, да? Банда этого, Горбатого, Высоцкий, Глеб Жеглов, ведет переговоры с бандой Горбатого. И они подписывают бумагу, что они выдают, значит, Шарапова, выдают Шарапова и берут на себя обязательство больше не грабить склады и не убивать сторожей. Правильно? И, конечно, Жеглов сворачивает бумажку, говорит, ну все, теперь Москва может спать спокойно. Глеб Жеглов и Володя Шарапов, так сказать, поймали банду и главаря, вот у него договор о ненападении. А Шарапова нам вернули без единого выстрела. Красиво? Красиво. Но глупо и бессмысленно. Правильно же? А вы нам предлагаете вот это, люди из прошлого. Вы ведете себя так, как будто войны не было, как будто не было Бучи, как будто не было Мариуполя, как будто не было замученных наших пленных, как будто не было Ахмаддета, как будто не было ежедневных бомбежек, не было Днепра с его десятками убитых за один день в доме в одном. Мы-то знаем каждый день наши жертвы, каждый день мы знаем, сколько людей погибло, как будто не было вот только что весной массированных бомбардировок Каба Михарькова. Вы же ведете себя так, как будто этого ничего не было Вы ведете себя так, как будто до сих пор воюет та первая российская армия Из 200 тысяч профессиональных военных Да, убийц, но профессиональных военных, обученных и так далее Вы ведете себя так, как будто на нас не напала банда из 100 тысяч зэков На Бахмута не разрушила и не снесла его до основания Как будто этого не было ничего Вы так себя ведете, правда? Как будто не пришло к нам 300 тысяч мобилизованных 300 тысяч Которые не пошли и в тюрьму за отказ от службы Вы, нет, пришли убивать украинцев. Пришли убивать украинцев, потому что Родина послала. А потом вы ведете себя так, как будто не было полмиллиона добровольцев в прошлом году. Полмиллиона? Это Путин ваш и с Медведевым объявили. Добровольцев, полмиллиона, пришли за деньги убивать. А вы ведете себя так, как будто этого не было. Вы ведете себя так, как будто не было расстрелов наших пленных на глазах и под камерой. Как будто не было отрезанных голов, рук и ног. И все это под камерой. Вы так себя ведете, как будто этого ничего не было. А это делали россияне. А вы говорите, что Путин и путинский режим, больше никто не виноват. Наказываете чиновников, не наказываете людей, не наказываете народ, народ не виноват. Что сказал Карамурзагов? Процитировал кого? Немцова? Нет, Немцова. Этих преступников преследуете, а страну не трогаете? Страну не трогаете? Какую? Российскую Федерацию, Федерацию не трогаете? Не трогаете? Не трогаете страну, которая производит каждый день эти ракеты и снаряды и танки? Каждый день? Эту страну не трогать? Этих людей не трогать? Не трогать тех полтора, нет, три с половиной миллиона человек, которые производят танки, снаряды, которые работают в военно-промышленном комплексе России? Их не трогать? Санкциями не задевать, не дай бог? Чтобы они спокойно кушать могли утром и детей в детский садик отвезти, перед тем, как пойдут убивать украинцев? Их не трогать? Санкциями, не дай бог, не задеть? Только чиновники виноваты у вас? Два миллиона в армии в российской, два миллиона человек, а с семьями это восемь миллионов человек. Три с половиной миллиона в военно-промышленном комплексе, с семьями двадцать миллионов. Пятнадцать, хорошо. Двадцать пять миллионов я уже насчитал. А работников нефтяной промышленности не трогать, которые для танков бензин делают, не трогать, да? А чиновников мэрии, которые набирают мобилизованных, не трогать? А финансистов вашего Грефа или работников Сбербанка, которые зарабатывают деньги на то, чтобы присылать убийц сюда в Украину, их тоже не трогать санкциями, не дай бог? Я вам сейчас насчитаю миллионов семьдесят человек, которые лично убивают украинцев, лично, просто своими руками, своими действиями, своим ежедневным трудом. Их всех не трогать, да? Их всех не трогать, только чиновников, только руководителей, правда? Несправедливые санкции? Вы будете бороться? Скал Карамурза, мы будем бороться за снять этих санкций. Гость из прошлого. Они пропустили мимо эту войну. Они говорят так, как говорили в марте двадцать второго года. Эта дискуссия закончилась в марте двадцать второго года. Вы знаете, когда она сдохла, эта дискуссия? Когда сдох Глеб Павловский. Был такой кремлевский политтехнолог, старый хрыщ Глеб Павловский. Работал на Путина, лично его создавал, все такое. И вот начинается война, он притворился либералом. И призывал в телевизоре, на эхо Москвы, конечно, а где еще? Призывал снять санкции с России. Мало того, говорит, обращаюсь, говорит, к беженцам, к российским этим либералам, которые за границей. Ходите по руководителям европейских, американских стран и уговаривайте их снять санкции с России, потому что так нечестно. Страдают простые граждане. К счастью, Глеб Павловский сдох, как собака. Нет, собака тут ни при чем. Собаки хорошие живутые. Сдох, как Путин. Он сдох просто, понимаете? И на этом сдохла вся эта дискуссия о снятии санкций с России. Конечно, все, что можно абсанкционить, все, нужно на все наложить санкции. А что говорит Пивоваров, вы знаете, из этой троечки? Дертройки, Дергросса тройки. Он говорит, сейчас недословно, цитирую, лень, просто искать времени нет. Надо помочь России, помочь, протянуть руку помощи россиянам, говорит. Давайте протянем руку помощи россиянам. Сейчас я найду все-таки, может найду, подождите. И говорит, что он сказал, секундочку. Сейчас, сейчас, сейчас. Говорит, прям такие Путин-ферштейры вышли. Знаете, банда Путин-ферштейров. Я вижу основной акцент своей деятельности в международной плоскости, чтобы напоминать людям в тем странах, что Россия и Путин – это не одно и то же. Одно и то же уже все поняли. Это вы пропустили. А вот, пожалуйста, Андрей Пивоваров призвал западные страны показать простым жителям РФ свое отношение, не накладывать на них санкции, протянуть руку российским гражданам, ослабить ограничения, помочь им увидеть мир и получить образование, призвал Пивоваров, бывший глава Открытой России. Получить образование, он призвал. Получить образование гражданам России. В области химической промышленности или какой? Или ядерной? Или в области ракетостроения получить образование? Вы хотите помочь россиянам, чтобы Запад помог россиянам получить образование, чтобы они его использовали в военно-промышленном комплексе? Или чтобы они использовали в зарабатывании денег на военно-промышленный комплекс, на заключение контрактов новых? Вот в этом вы хотите помочь, серьезно? Обучать их сейчас врагов наших? Кому вы хотите помочь получением образования, товарищ Пивоваров? Кому? Вообще думайте, про кого вы говорите. Вы говорите про тех, что с наибольшей вероятностью те, про тех, кто сейчас убивает людей. Про тех, кто сейчас убивает людей в Украине. Вы про них ведь говорите-то. Да, они-то за границей, они предлагают им дать образование. За границей. То есть забирать россиян за границу, там образовывать и отправлять в Россию, чтобы им лучше работалось в военно-промышленном комплексе, чтобы они лучше двигали Россию вперед. Конечно, ага. Наша цель – деградация России, уничтожение России. Это очевидно совершенно. Вы о чем? У вас есть другие инструменты? Расскажите. У вас было время, но оно не получилось. Вы хотели поменять путинский режим, у вас не получилось. Тогда все готовы были бы поддержать Россию. Но все, этот поезд давно ушел. Пока вы сидели в тюрьме, этот поезд ушел, и все это поняли. И вы знаете, что меня вселяет надежда? Всего одна вещь. Ну, две хорошо. Я скажу первую большую, потом к маленьким перейду. Вот большая вещь. Это ужасно, что Яшин не понимает, что он российской политикой забывает об этом. И ведет себя какой-то то ли политолог, то ли Папа Римский. Вы знаете, когда вышел из тюрьмы Михаил Ходорковский в 2013 году. Конец 2013 или начало 2014, я сейчас не вспомню. Мне было плохо, потому что в тот момент, потому что умер мой друг Борис Березовский, и мне не с кем было бороться с путинским режимом. Тут выходит Ходорковский. Я думаю, вау, Ходорковский выходит из тюрьмы. Сейчас мы тут устроим Путина. Вы лайки-то ставьте, ставьте, подписывайтесь на канал, что ли. Подписывайтесь. Вот. Сейчас мы тут устроим Путина, подумал я. Вот видите, 471 тысяча. В тумане. В тумане, в тумане, в тумане, в тумане. Вот. Выходит Ходорковский из тюрьмы. Я прямо захотел у него работать. Я даже пост написал в Фейсбуке. Хочу работать у Ходорковского. Ну, типа призыв во вселенную. И смотрю его первую пресс-конференцию. Слушаю, точнее. Я послушал, я был в шоке от того, что я услышал. Типа, что? Что он сейчас говорит? Он вообще точно здравым имеет твердой памяти? Мне, мы созвонились с моим другом. Ну, мы с ним, скажем так, соратником по борьбе. И обсудили эту историю. Он говорит, а что ты хочешь? Человек в тюрьме 10 лет. 10 лет. Ты слушаешь пресс-конференцию с зэка. Не борца с путинским режимом, а с зэка. Это сейчас пресс-конференция с зэка, заключенного. 10 лет варежки шил человек. О чем ты с ним хочешь разговаривать? У него воровские еще, ну не воровские. Тюремные понятия, да? Он в них живет. Какая пресс-конференция? Я подумал, правильно ведь, правда. Вы знаете, я когда откинулся из армии советской, я в первый день пришел домой, маме, сижу вечером за столом, и я понял, что я не могу говорить вообще никак. Я не мог говорить с мамой никак. Я через слово говорил так. Я начинал говорить и говорил, как это по-русски, мам? Как это по-русски? Как это по-русски? Я не помнил, как это по-русски. Почти никакие слова. Мама не понимала, что со мной происходит, а я так говорил, потому что я умел только матом разговаривать. Я по-другому не умел после армии. За два всего лишь года. Два года за стеной и я не мог говорить на русском языке. Я мог говорить только матом, а при маме не мог. Я молчал очень долго дома. Ну, несколько месяцев меня заняло научиться обратно разговаривать. Это два года в армии в советской. Да, в стройбате, конечно. Но, тем не менее. Так вот, у Михаила Борисовича Ходорковского заняло много лет, мне кажется, прийти в себя. Сейчас это другой человек. Я когда слушаю его, он сейчас один из самых отмороженных, настоящих борцов за Украину и против Российской Федерации. Он говорит, надо убить каждого российского солдата, который пришел в Украину. К этому говорят, как? Вы призываете к убийству наших сограждан. Он говорит, а что это? У них был выбор. Он говорит, как? У них не было выбора, их мобилизовали. У них был выбор. Либо сесть в тюрьму, либо пойти убивать. Они решили убивать, должны быть уничтожены. Ну, как можно такого от людей требовать? На что Ходорковский говорит. Ну, Яша смог? Я-то имею право с них такого требовать, сказал Ходорковский. И по гамбургскому счету это правильно. Это правильно. Так вот, мне хочется, чтобы из этих людей, из Яшины и Карамурзы, когда они отойдут от своего тюремного заключения, они не 10 лет сидели, как Ходорковский, да? Они сидели 2 года, значит, у них реабилитация тоже там пару лет займет. Чтобы из них выросли люди, которые, да, имеют право рассуждать. Только не в том, не из прошлого, из 22 года рассуждать, а из настоящего. Может, они поговорят, пообщаются с кем-то, поймут. Может, пообщаются с нашими солдатами, которые там на реабилитации без ног в Германии. Там много наших, много. С вдовами наших солдат пообщаются. Может, мы их позовем в Часов Яр показать. Вот Фейгин ездил. Может, тогда они как-то лучше поймут, что происходит и с кем они имеют дело. И что такое Российская Федерация. И вы знаете, я почему к Яшину-то, собственно, больше, а не к Карамурзе сейчас. Ну, кстати, вот давайте еще на секунду, наверное, зачитаю быстренько пост Льва Леонида Невзлена по этому поводу. Да. Могу, пишет только, согласен, говорит, с Невзором, пишет Невзлен, могу только дополнить, как израильтянин и друг Украины, о котором эти, несомненно, одни из самых достойных молодых оппозиционеров, это он про этих, про их, практически не говорят. Хотя без руководства Украины и его дипломатических усилий трек по всем обменам был бы гораздо сложнее. Слишком уж очевидно, новое поколение российских политиков отрицает коллективную ответственность Российской Федерации и россиян. С моей точки зрения, это ошибочный взгляд, потому что любой самый преступный режим, долго сохраняющий свою власть, стоит на прочной социальной базе, эта социальная база позволяет, одобряет эти злодеяния. Сначала внутри собственной страны, а затем вовне. Поэтому жесткие санкции нужны не против Путина и его олигархов, но против всего государства и всех граждан. Без разрушения социальной базы путинизма это невозможно победить. И платить за войну против Украины будет не только Путин и его подельники, а вся страна, как платили все побежденные агрессоры. Вот тоже вопрос был. Михаил спрашивает у меня, подождите, сейчас найду где этот вопрос. Скажите, а если Россия будет разрушена в результате этой войны, уничтожена, кто же будет платить репарации? Ну, действительно хороший вопрос. Что, Путин что ли платить будет один? У него столько нету. Оплачивать репарации должны все россияне, безусловно. А как еще? Конечно, все, кто проживал на территории России, граждане России, все должны оплачивать весь ущерб украинцам. А как вы думали? Бесплатных пряников не бывает и бесплатных праздников. А вы все вот это, детство моего нежные глазенки и право петь эту мудацкую песню, перестаньте биться за право петь мудацкие песни. Так вот, жена Карамурзы выложила пост с фотографией, где он с ней и с детьми. Пост, где он с ней и с детьми. Там написано, вот, больше слов пока нет. Володе надо наговориться с детьми и наверстать два с лишним года информационной изоляции, практически полностью проведенных в одиночке. Тогда он будет опять готов сворачивать горы. Вот права жена Карамурзы, Евгения Карамурза. Может, она его отговорит? Лишнего-то болтать. Сейчас свою репутацию, знаете, два с половиной года эти люди в тюрьме зарабатывали репутацию. А потом за два с половиной дня спустили ее в унитаз с громким мерзким звуком. Я надеюсь, что жена Карамурзы его остановит от новых высказываний, пока он не оклемается после одиночки и не поймет, в какую страну и с какой страны его выслали, где он оказался и в каком мире, и что здесь происходит. И сколько зла уже сотворили миллионы россиян. Не путинский режим, а миллионы. Десятки миллионов. Сотворили неимоверное зло. Настоящий геноцид. Они похитили детей. Десятки тысяч. Россияне. Путин не мог десятки тысяч. Он не может унести авоську с десятками тысяч украинских детей. Их похитили россияне и держат в заложниках сейчас. И в пыточных сейчас сидят наши граждане. И это все сделали россияне. И в концлагерях на Волге наши жители Херсонской, Запорожской областей сейчас. Это все сделали россияне. Это они всем этим занимаются. Это они убивают нас каждый день здесь. Каждый день здесь летают шахеды. Их собирают россияне в набережных Челнах. Собирают шахеды, чтобы нас убивать. Каждый день. Это мы против них не должны санкции вводить. Это они ни в чем не виноваты, ничего не делают. Они ручками своими, они знают, для чего они собирают. Пусть сходит на концерт шамана послушать. А в Лужниках сто тысяч человек пусть сходит, посмотрит на концерт. Он же этого не видел, им в тюрьме не показывали. А вот я надеюсь, что у Карамурзы найдется эта жена, которая его остановит от глупостей. А у Яшина нет. Жены, судя по всему. И Илья Яшин написал пост, что сегодня в 20.00, это только прямо сейчас, он начнет стрим, где прояснит свою позицию по Украине. Вот знаете, я слушал тут перед этим Майкла Накис, Нино Расибашвили. И Нино говорит, ой, слава богу, я надеюсь так на этот стрим, что Яшин наконец-то там все пояснит. А Майкл Накис сказал то, что думаю я. А я боюсь этого стрима. И я тоже боюсь, что он там окончательно слепит из себя полное чудовище по украинскому вопросу. Вот начнет ли этот стрим человек с того, что призываю Путина вывести все войска с Крыма и так далее, сдаться в ГАГу и так далее. Начнет или нет? Моя ставка, что не начнет. Начнет умничать необходимость переговоров. Вот помяните мое слово на следующем стриме, нам скоро заканчивать надо, на следующем стриме, когда встретимся через неделю, напомните мне. Вот я считаю, что сегодня Яшин сам себя закопает еще по самые помидоры на этом стриме. Даже торопится. Ничего не изучил. И опять будет рассказывать, как именно нужно вести переговоры и умничать как политолог, а не как русский, российский политик. Так вот, я, собственно, вел все это к главному посту. Вообще ничего сегодня не успел, простите. Вот это, знаете, помните это у Высоцкого-то песня? Осмотрелись они, оклемались, похмелились, потом протрезвели и отплакали те, кто дождались, не дождавшиеся, отревели. Помните? Осмотрелись они. Это про тех, кто вернулся с войны. Осмотрелись они, оклемались, похмелились, потом протрезвели и отплакали те, кто дождались, не дождавшись, отревели. Вот это сначала надо сделать, а не политикой заниматься. Простите, что даю непрошенные советы. Я добра хочу этим людям. Я хочу хоть какой-то шанс иметь на хоть какие-то отношения Украины, хоть с кем-то среди российского политикума. А то ведь практически никого не остается. Знаете, Наташа Наталья мне написала, вот сейчас скажу, так это все называлось «Гости из прошлого», то нам писала, если высланные гости из прошлого, то кто у них Алиса и где Меолофон? А Муни Бен в своей манере добавил вопрос, кто из них крыс? Ну, Наташа Наталья, если высланные гости из прошлого, то кто у них Алиса и где Меолофон? Действительно, это-то хороший вопрос. Вот он-то прямо в точку, в больную точку. Если высланные гости из прошлого, то кто Алиса и где Меолофон? Вы вспомните, для чего была нужна Алиса? Когда гость из прошлого, Коля, приехал в будущее, Алиса показывала ему это будущее, все разъясняла. Кто-то должен быть Алисой, поймите. Кто-то должен быть Алисой. Кто? Вот мне кажется, честно, что для Ильи Яшина ему было бы полезно послушать разных Алис. Только не голосового помощника, Алису, конечно. А вот послушать тех людей, кто все это время был на свободе, женщин, которые понимают, что такое страдание украинского народа. Россиянок, я сейчас имею в виду, украинцев ему слушать не надо. Не нас с вами, нет. Вот пусть он послушает эту. Татьяну Лазареву пусть послушает. Пусть послушает эту актрису, которая в сериале Ольга сыграла. Как ее зовут? Напомните мне. Я забыл, простите. Ради бога. Ну, напомните. Сериал Ольга. Как зовут девушку? Во Франции живет, уголовное дело на нее. Яна Троянова, да. Яна Троянова. Правильно. Яну Троянова пусть послушает. Пусть послушает Монеточку хотя бы. Монеточку пусть послушает. Интервью с Монеточкой пусть послушает. Ну так, для начала. Базово, так сказать. Базово. Не тех, кто умничает, пусть послушает. И планы мирные рисует. Не Явлинских всяких. А вот. Тех, кто по-настоящему проживает эту войну. Из россиян. Из россиянок. Вот это будут Алисы. Это будут Алисы. А Мялофон у нас один. Ютьюб, батюшка. Ютьюб, батюшка, на котором все и происходит. Ютьюб, батюшка, на котором все происходит.